Здравствуйте, уважаемые слушатели курса Адамбол! Сегодня мы представляем следующую лекцию, тема которой «Исследовательская деятельность Абая Кунанбаева в Симпалатинском областном статистическом комитете». В 1878 году в Симпалатинске, ныне город Семейбыл, основан областной статистический комитет, явившийся первым местным учреждением, занимавшимся изучением культуры и быта населения края. В работе комитета, вопреки воле царизма, самую активную роль играли политически ссыльные, народовольцы, так как образованных людей в городе было очень мало. Первым секретарем и фактически руководителем Симпалатинского статистического комитета был политически ссыльный Михаэлес. В городе он служил с 1869 по 1882 годы и прекрасно изучил историю и культуру казахского народа. В 1875-1882 годах Михаэлес ежегодно составлял проекты постановлений администрации и отчетов о состоянии области. Он был одним из инициаторов с основания в Симпалатинске в 1883 году общественной библиотеке и краеведческого музея. Активную роль в комитете стал играть и местный судья Маковецкий, уделявший много времени этнографическому изучению казахского народа. В 1887 году на общем собрании статистического комитета Маковецкий выдвинул целую программу научно-этнографических исследований Симпалатинской области. Общее собрание комитета одобрило эту инициативу и предложение и предложило ему обратиться к чиновникам и частным лицам области с просьбой заняться сбором научных материалов по его программе. Научная деятельность комитета, замерзшая была в конце 80-х годов, оживилась лишь в 1894-1898 годах. Тогда секретарем комитета стал Никитин, а затем Коншин. Под влиянием Никитина, затем и Коншина, комитет стал регулярно издавать свои годовые отчеты, протоколы заседаний и памятные книжки Симпалатинской области, вторые разделы которых отводились для опубликования краеведческих материалов. Отдельным членам комитета предоставлялись научные командировки для сбора сведений по экономике, статистике и этнографии Симпалатинской области. Основное внимание комитета на рубеже двух последних столетий было обращено на изучение положения переселенческой деревни и взаимоотношений прошлого, пришлого и коренного населения. Эти проблемы особенно глубоко изучал секретарь комитета политически ссыльный Коншин. Во всех статьях, памятных книжек Симпалатинской области, опубликованных в 1897-1902 годах и посвященных различным краеведческим проблемам, имеются богатые данные, характеризующие культуру и быт казахского народа. Политически ссыльный Михаэлис, Леонтьев, Долгополов, Гросс, Богомолец и многие другие бывали среди казахов, обезжая аулы, они знакомили жизни степи и знакомили казахов с положением в России. Дружеские отношения русских политических ссыльных, особенно Михаэлис с Абаем, факт общеизвестный. Абай был разносторонне образованным человеком, состоял подписчиком многочисленных газет и журналов, издававшихся в России и в Казахстане. 4 мая 1886 года Абай был избран действительным членом Симпалатинского статического комитета и принимал деятельное участие в его работе. Как мы уже сказали, на страницах памятной книжки Симпалатинской области печаталось много интересных материалов по истории и этнографии Казахстана. Как отмечает секретарь Симпалатинского областного статического комитета Коншен, Абай обещал ему доставлять исторические материалы о казахском народе. Он писал, тот же киргиз Абай, прекрасный, умеющий говорить и читать по-русски и знакомый с литературой о киргизах, дал обещание доставлять в комитет разные сведения по этнографии своего племени. В памятной книжке была опубликована статья Абая под названием «Заметка о происхождении родов Средней Киргизской Орды». По поводу этой заметки Коншен писал, Настоящая заметка с подстрочным к ним объяснениями составлена исключительно на основании слов одного очень известного в Симпалатинской области Киргиза, не пожелавшего, чтобы его фамилия была напечатана. Киргиз этот, из рода Тобухты племени Арген, выразил опасения, как бы сообщаемые им сведения показались обидными для некоторых родов, любящих окружить свое происхождение вымыслами. Опубликованные и неопубликованные исторически-этнографические материалы Абая имеют важное значение для исследователей, занимающихся вопросом этногенеза казахского народа. Статья Абая «Заметки о происхождении родов Средней Киргизской Орды» была опубликована в памятной книге Книжки Симпалатинской области на 1900 год. В этой статье Абая рассказывает происхождение, как мы уже сказали, различных родов казахов, которые он называет Средней Киргизской Ордой. Значение этой статьи заключается в том, что она являлась одним из первых попыток систематизировать исторические сведения о казахском народе и его этногенезе. Абай показывает свою эрудицию и знания различных источников, в том числе персидских, арабских и тирургских. Он также выражает свою любовь и уважение к своему народу и его культуре. Спасибо за внимание.